Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иеремии, обратимся к 28 главе. В 28 главе, с одной стороны, ключевая идея, примерно та же, что была в конце предыдущей 27 главы сформулирована, представление о том, какое пророчество идет от Бога, а какое не идет от Бога. И, в общем, тот, кто записывает эту всю историю, вернее, всего это пророк Варуха в ученике Иеремии, вот он пытается как-то, какую-то логику здесь найти. А история про некоего современного Иеремии, пророка Ананию, который в 4-й год царствования садыки царя иудейского, ориентировочно где-нибудь, там, 592-й, условно, скажем, 590-й, дорожество Христово, плюс-минус, трамвайная остановка. Вот где-то в это время этот самый пророк Анания выступает с пророчеством, ну и да, там Иеремия ходит с Ермом в узах, чтобы все видели, Иеремия стоит наверху лестницы храма Господня с раннего утра каждый день в этом Ерме. И вот пророк Ханан туда же приходит и говорит, через два года сокрушу Ермо царя Вавилонского, через два года возвращу на место сие все сосуды дома Господня. Там дело было в том, что Новоходоносор не только угнал лучших людей, но он еще и конфисковал изготовленные из драгоценных металлов сосуды, употреблявшиеся во время богослужения в Иерусалимском храме сосуды эти святыни Богу. Новоходоносор их конфисковал, потому что они золотые и серебряные. Да, ну вот это было очень трагично, воспринималось иерусалимлянами как ужасная трагедия. Ну да, мы тоже такое видели, когда приключалось всякое изъятие церковных ценностей. Это действительно очень скорбно. Хотя не так фатально, как иерусалимляне к этому относились, но тем не менее. Ну и вот этот самый Анания говорит, что да, все, через два года все вернем. И Ехонию, и Акима, сына Акима, и пленных Иудеев, всех вернем, говорит Господь, ибо он сокрушит ерму царя Вавилонского. Все будет хорошо. Не далее, чем к святкам, я вам порядок дам. Да, ну вот такой вот пророк. Причем составители книги Еремея не обсуждают вопрос о том, почему он это делал. То ли он был у царя на зарплате и должен был обеспечить достаточный уровень довольства, то ли задача его была какая-нибудь другая. Неважно, неважно. Может, он был, знаете, как это тоже в политике 20 века и называется полезными идиотами. Может быть, вот так. Мы не знаем. Мы не знаем. Что-то сподвигло пророка Анания выступить с таким пророчеством, что все будет хорошо, и через два года все вернется. И Ереме, и ты говорил, 70 лет. Когда тебе говорят 70 лет, это значит, что ты не доживешь почти наверняка. А когда тебе говорят 2 года, ну ничего, потерпим, ничего страшного. 70 лет в этом смысле очень такая оглушительная цифра. Ну и вот Ереме обращается к Анании, там же, в храме, перед глазами священников и всего народа, и говорит, да, как бы это было прекрасно. Ой, в самом деле да будет так. Только выслушай меня, говорит Ереме, этому самому Анании. Раньше обычно пророки предсказывали бедствие, войну, а если кто-то предсказывал мир, то его признавали за пророка, только когда сбывались слова его. Ну вот, тогда Анания сокрушил Ерму, который был на шее Ереме, и сказал, что вот Бог ему говорит, так Бог сокрушит Ерму Новохудоносора. То есть он вполне, в общем, был уверен, это была никакая не игра на публику, да, заказуха, нет. Анания был, по-видимому, действительно уверен в этой своей позиции, в том, что вот так он видел грядущее. Но Бог посылает потом уже Еремею к Анании, уже не в этот публичный момент, и через Еремею Бог ему говорит, ну да, Ермо деревянное ты сокрушил, и получишь железное. Железное, потому что железное Ермо будет возложено на шею всех этих народов, чтобы они служили Новохудоносору. Ты обнадеживаешь народ сей ложно, и поэтому я сброшу тебя с лица земли. Все это Еремея сказал пророку Анании. И в седьмом месяце того года пророк умер, засвидетельствовав тем самым, что действительно правы, подлинны были пророчества Еремеи.